Привет, это канал Автотак, здравствуйте всем, необычная история сегодня, очень древняя, удивительно интересная, возможно найдет свое дальнейшее продолжение, очень странно, что она немножко так утихла, подугасла. А историю эту напомним о том, что всемирная известность Приморска не только как замечательного курорта на берегу Азовского моря, но еще мировая слава прогремела, когда были обнаружены в глиняных кручах кости неведомого чудовища. В далеком 1940 году здесь был обнаружен скелет южного слона, обитавшего в наших краях на минуточку более миллиона лет назад. Места эти обычные глиняные склоны. К огромной нашей удаче напомнил и рассказал эту историю Кострыкин Лео Михайлович. Вырос на море, всегда интересовался историей родного края, собрал уникальнейшую коллекцию фрагментов легендарного южного слона. В Краеведческом музее города Приморска есть его персональный стенд, где и хранятся эти удивительные находки. Чтобы сохранить интригу и вызвать у вас живой интерес к Краеведческому музею города Приморска, прикоснуться к миллионному прошлому Азовского берега или потрогать за ухо настоящего степного волка на день города-музей, открывает бесплатно свои двери. А мы продолжаем рассказ и началось все с вот этого обыкновенного трактора Универсал. Значит вот как мы проехали там наверху вдоль Крущ, вот за год зерно хлебоприемного комбината мы проехали около двух километров и где-то здесь находилась тракторная бригада. Тракторная бригада колхоза Вильнопраце, так назывался колхоз. И вот тракторист, выполняя полевые работы или просто двигался вдоль Крущ и свалился туда на вот этом тракторе Универсал, туда к берегу, к воде, свалился с Кручи. К огромному счастью тракторист не пострадал, так утверждают старожилы. Но начались чудеса потом, когда начали вытаскивать трактор. Появились под завалом огромные фрагменты костей. Прилетели с Осипенко специалисты с музея, начали собирать эти кости и слаживать на кучу. Сразу же появилась заметка в газете «Большевик Запорожья» найден скелет мамонта. Затем ученые, в частности крупнейший ученый-палеонтолог Георгий Монохин сказал, что это не мамонт, а южный слон. Утвердительно обозначил именно южный слон. Отвезли в село Осипенко все это и сложили в хранилище в подвалах. Дальнейшие раскопки проводить не было возможности. Вот это собрали все, что есть и хранили там в музее. Но вот война. Немцы подсуетились, обнаружили эти ящики, позвонили куда надо и решили все это вывозить. Но так как они были такие дотошные, принципиально, то начали рыть дальше там в кручах. Согнали пленных и долбили мерзлую глину. И все вот эти остатки, которые там были, они сложили все и аккуратно вывезли в Германию. Ну вот немцы хоть и щепетильные педанты, но все же все не собрали. И сейчас можно найти вот такие вот остатки косточки. Они в глиняных кручах проявляются иногда. И вот если хорошо поискать, то можно и обнаружить самому. Если тщательно походить, поискать, возможно где-то покопать лопаткой, посмотреть. Может море где-то вымоет косточку. Ее можно найти. Вот Илья Михайлович подсказал. Вы походите там в районе ветрогенераторов на общем, так называется, место хранения лодок. И удача. Нашли кусочек или зуба, или бивня. Вот так он выглядит. Ну а дальнейшая судьба косточек более удачная. После войны сказали немцам, надо отдавать слона. И вернули ящики в Ленинград, где его создал скелет Вадим Евгеньевич Гарут. Высота такого вот южного слона более 4,5 метров. Но надеемся, что все-таки слон придет к нам на родину, на берег Азовского моря. И вот сюда в Приморск. Место есть, особо ничего не поменялось, так что будем его здесь поджидать. Вот такая история своими словами. Конечно, не надеемся на точность исторических данных. Так вот, со слухом, по слухам, рассказали вам. А если вы интересуетесь, непременно приходите в Кровический музей. Более полную научную информацию получите. Есть это все доступно в замечательном нашем музее. До свидания. Канал Автотакт.